расскажу о своей учебе я примерно как и вы смотрю что там на ю тубе выставляется вот и меня как бывшего штангиста интересует все что касается этой области и в частности Дима Клоков занявший второе место на олимпиаде 2008 года чемпион мира по-моему 2006 года или так где-то вот он молодец ведет в лох и выставляет регулярно видео там встречаясь с такими людьми называется нарывкачи то есть как бы соединение штанг и рывок классическое такое упражнение с скачками что значит я вынес из этой передачи вот встречались с различными людьми и в том числе с Трудольфом Культфильдером кстати я с ним лично знаком потому что Ростовская область он тут как раз развернулся хорошо в шахтах потом Ростове вот и как раз он побывал в гостях у Плукфильдера Плукфильдер олимпийский чемпион по штанге среднем весе аж в 1964 году но он там где был на олимпиаде в шестидесятом году но получил там травму и не участвовал вот дальше он значит восстановился и выиграл потом он тренировал и сделал так сказать вырастил многих олимпийских чемпионов по штанге но суть в том что вот они встретились сейчас сейчас ему идет 90-й год 90-й год Рудольф Владимирович там еще приседает со штангой 100 килограмм регулярно занимается и вот он он сказал Диме такие слова спорт это конечно хорошо но надо чтобы после спорта тем более высоких достижений ты так же нормально без всяких знаете последствий как никто говорит вот спорт меня там изнасиловал еще чтобы ты так же вошел в жизни и дальше продолжал заниматься и был здоров и нормально себя чувствовал почему это еще говорю потому что если обратиться допустим более молодым вот ну обычно она знает тяжи штангисты да более молодой это жаботинский он умер еще более молодой алексеев тоже умер а кстати власов которые старше их а он еще живой потому что свое время ну очень сильно занялся собственным здоровьем искал подходы как себя вытянуть из этого состояния пока он тоже живой и вот на этих людях я как бы воспитываюсь смотрю слушаю такие иногда бывают фразы которые для кого-то не имеют никакого значения а для меня они имеют большое значение что там получается почему получается вот то есть в жизни прислушиваюсь к разного рода информация которая бывает и как-то для себя здесь что-то отбираю делаю какие-то выводы например я немножко уже не знаю рассказывал о томасе мерлин он жил еще родился в 17 веке весь 18 век до собрал вот эту вот коллекцию различных там криптопоидов которые обнаружили и поразили столько разного материала было собрано в том числе различные книги рукописи такие интересные и как говорится он в то еще время где-то в 1889 в 1901 году хотел проехаться по штатам показать эту коллекцию свою но народ ее особо не воспринял его обсмеяли и он быстренько все это свернул да и удалился то есть человек как они сказали да ему уже тут а выглядит он как сорокалетний как бы сказать в чем дело то есть в чем дело никто не обратил внимание а я обратил внимание на фотографии из этой коллекции которая там показывает какие-то схемы и рисунки каких-то этих криптоидов с рогами с этими с крыльями ну и прочее так вот особенно один рисунок меня заинтересовал там были указаны чакры и как бы сказать напротив каждой чакры шло описание и стояла пробирка то есть насколько я понял было описано с помощью какого-то препарата можно стимулировать раскрутка это чакр потому что объемная форму объемную форму нашего тела создают именно вихри вихри создают если они ослабевают естественно вот это вот все как бы сказать наше тело дрыхлеет то есть подход к омоложению организм совершенно иной нежели там думают сделать с помощью голода там питания образно волевых настроек и прочее 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 а если учесть что его еще примерно видели в том веке в 1900 там где-то 60-м году когда он завещал это здание в котором он жил какому-то там детскому дому с условием что они не будут его перестраивать потому что там в подвалах как раз были замурованы все эти вся эта его коллекция то там еще больше уже 170 и опять таки этот человек который пришел предъявил документы на этот дом ну и внешне выглядел сорокалетним то есть вот так вот Томас Мерлин когда случилось вот это там его осмеяли в Америке в Америке ну он просто решил исчезнуть то есть вот куда-то исчез и все не умер ничего не это как бы сказать человека не стал но потом появился чтоб возможно не было лишних вопросов а как ты там дожил до такого ну вот есть люди доживают до такого но не афишируют интересные методы так что есть в нашем мире вся красная отчаят а те и все и и и